Ну а многие россияне сейчас в разгар уборочной кампании задают себе вопрос, что мы будем есть? И похоже теперь вся надежда именно на хороший отечественный урожай. Впрочем, Москва активно ищет и новых кормильцев, среди которых есть и страны-содружества. О том, кто же сможет заменить запрещенных поставщиков, наш корреспондент Родион Мариничев. Это где-то там, в Брюсселе, решают, как отреагировать на российское эмбарго. А здесь, в окрестностях Бишкека, у фермеров сейчас только одна забота – собрать урожай. Нынешнее лето хоть и засушливое, но овощей на грядках достаточно. И непривычное иностранное слово «санкции» для многих кыргызских крестьян уже стало едва ли не синонимом благополучия. Я думаю, для нас это будет выгодно, ведь мы теперь сможем продавать свой товар оптом в Россию. Конечно, уже не за копейки, а по более высокой цене. Болгарский перец из Кыргызстана, возможно, скоро станет привычным явлением на российских прилавках. Ведь Болгария, как и остальные страны Евросоюза, теперь в списке запрещенных для России экспортеров. Кроме того, Москва перекрыла поставки продовольствия из США, Канады, Австралии, Норвегии, Молдовы и Украины. Политическая обстановка в которой, собственно, и стала предпосылкой к этой продуктовой войне. Но политика политикой, а россиянам придется отказаться от некоторых привычных продуктов. Это будет непросто, скажу вам честно, да, потому что мной, ну вот, например, Рокфор, да, ну вот что мы из наших сыров можем сейчас предложить вместо Рокфора? Наверное, так сразу сходу и не скажешь, да? Или, например, да, та же моцарелла. В последнее время историк русской кухни Павел Сюткин все чаще повторяет подзабытое за 20 лет слово «дефицит». Оно и правда снова зазвучало вокруг. Успокаивать народ пришлось министру сельского хозяйства Николаю Федорову. Он объявил список новых стран-поставщиков. Желанными торговыми партнерами отныне являются государства Латинской Америки, Турция, Египет, Сербия, Марокко, а также пять стран-содружества. Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Как видно на этой карте, Москва еще больше повернулась к востоку. Пшеница из Казахстана, дыни из Узбекистана, помидоры из Киргизии и молоко из Белоруссии. Именно так когда-то выглядели советские прилавки. Правда, было это еще в додефицитную эпоху. И символом изобилия, к которому так стремилась страна, стал вот этот фонтан «Дружба народов» на ВДНХ. Гастрономические мотивы его оформления бросаются в глаза сразу. Подсолнухи и пшеничные колоссии – это основа композиции. Ну а вокруг – хоровод братских республик. Армения, которая вот-вот должна вступить в таможенный союз, уже ощутила, пусть пока небольшую, но выгоду от растущего товарооборота с России. Коньяк и фрукты – это основа стратегии покорения российского рынка. Абрикосы в нынешнем сезоне не уродились, зато персики должны убедить покупателей в качестве армянской марки. В прошлом году, к примеру, персики у нас перекупали за 20 центов за килограмм. В этом удалось договориться по цене 30 центов за кило. Конечно, цена не по душе, но этот вариант самый оптимальный. Сегодня для армянского фермера он самый выгодный. Новым поставщикам придется заместить около 15% импортной сельхозпродукции. Сделать это быстро, так, чтобы покупатель ничего не ощутил, скорее всего, не получится. Дело даже не в том, что в России или странах Содружества выращивают мало овощей и фруктов. Допустим, рекордный урожай яблок. Но хранилищ яблок у нас нет. У нас круглый год были польские яблоки, которые в Польше огромные деньги вложены в хранилище, в разреженном газе все это хранится. Мы будем платить за продукты дороже, и эти продукты будут несколько худшего качества. Но, с другой стороны, это дает при правильной политике мощный толчок местному производителю. К сожалению, по ряду параметров мы не можем дойти до качества тех продуктов, которые мы потеряли. У нас нет, например, хорошей говядины. Идею приучить народ есть русское сало уже подхватили во многих российских регионах. И в первых рядах оказалась Вологодская область. Там власти распорядились обозначать на прилавках товары местного производства зелеными метками. А крупные магазины чуть ли не обязывают включать в свой ассортимент вологодские продукты. Это моя инициатива. Мы, посещая огромное количество торговых точек, понимаем, что разнообразие товаров, которые представлены, ассортимент, который представлен в наших торговых сетях, он столь велик, что покупатель просто путается. Вот вам как раз пример того, что у нас чиновники идут по пути каких-то административных ограничений, контроля. Мы все это проходили. Там, где применяются нерыночные механизмы, там начинается тотальный дефицит. Мы не видим никакого ажиотажного спроса. Мы понимаем, что являются традиционными продуктами и товарами, которые закупают наши вологжане. Но одно дело Вологда с ее знаменитым маслом, молоком, да и сельхозпродукцией в целом. И совсем другое – Калининград. Российский анклав со всех сторон, окруженный Евросоюзом. Там замещать придется три четверти всего продовольственного импорта. Вот уж где дефицит – не просто слово из учебника истории. Калининград требует однозначно рассмотрения ситуации по реализации этого закона отдельной. На какие-то товары отдельные. Есть товары, по которым мы абсолютно независимы. Например, молоко. Есть товары, где 90% мы зависим от Европы. Сыр. Я на самом деле очень боюсь возвращения вот к этим временам. Мы вот в результате этих действий, каких-то продуманных или не очень продуманных, можем вернуться вот к той самой распределительной системе. Нет, не вернемся, заявляют власти. И для этого вводят в игру федеральную антимонопольную службу, у которой едва ли не больше всего опыта в регулировании рынка. Мы очень часто в своей практике встречали, что создание спекулятивного ажиотажа влияет на резкий скачок цены, на резкие потребительские свойства, то есть скупается этот продукт, в связи с чем цена растет. Рост цен на 10-15% – это та величина, которую предсказывают аналитики. А кое-где продовольствие якобы уже подорожало ровно настолько. На прошлой неделе в прессу просочились сведения о том, что некоторые крупные торговые сети вроде как уведомили власти об увеличении цен. С прилавков скоро могут исчезнуть относительно дешевые продукты глубокой заморозки – мясо, овощи, фрукты. А от этого пострадают самые бедные слои населения. Общественная приемная ФАС России. Чем я вам могу помочь? Федеральные антимонопольные службы открыли горячую линию, на которой можно сообщить о дорожающих продуктах. Заявки принимаются по телефону и через интернет, на сайте ведомства. За первую неделю работы поступило почти 600 жалоб. Чаще всего граждане жалуются на повышение цен на мясную продукцию, чаще всего на мясо птицы и рыбу. Прощай, камамбер, прощай, дижонская горчица, прощайте, анчоусы. Впрочем, Павел Сюткин уверен – все это временно и вряд ли надолго. Были очень краткие в историческом плане периоды времени, когда мы были действительно в изоляции. А так, ведь любой взлет нашей кухни, я имею в виду национальной русской кухни, он во многом связан именно с контактами с рубежом. Согласно распоряжению президента, продуктовая эмбарго действует год. Это своего рода эксперимент и над рынком, и над потребителями. Возможно, в новых изданиях кулинарных книг скоро появятся советы домохозяйкам, как собрать сырную тарелку без ракфора и моцареллы. Родион Мариничев, Тимур Хабатуллин, Евгений Еремин. Программа «Вместе». Россия, Армения, Кыргызстан. Россия, Армения, Кыргызстан. Россия, Армения, Кыргызстан.